Всем привет на канале Sound Illumination Сегодня хочу снять видео о крайне важном вопросе воспитания собаки а если быть точным это самое оно социализация в общем говоря сейчас зайду возьму собачку на занятие и продолжим собачку на выгул как видно это питбуль зовут Гера вернее питбулиха я так подумал просто а с кем если не с питбулем и где если не в оживленном районе в час пик большого города снять видео социализации потому что с моей напарнией с Айбоной конечно можно снимать видео но честно говоря видео в лесу с собакой а социализация я думаю не так будет интересно смотреться так что это видео нам будет помогать снимать Гера да? Гера? итак начнем очень часто у меня клиенты и вообще там читаю комментарии с людьми общаюсь пишут как убрать там чтобы собака не тянула поводок как сделать чтобы собака нормально адекватно реагировала на ситуации разные на собак на котов птиц громкие звуки там велосипедистов детей то есть у каждых собак разная ситуация вот каждый человек разная ситуация замечает у собаки какая-то собака часто подбирает что-то от школа какая-то собака метит все подряд ну то есть разная ситуация бывает и как правило говорят помогите решить эту проблему на самом то деле это не проблема это уже следствие проблемы проблема в неправильной социализации или вообще в отсутствии как таковой социализации у вашей собаки то есть вы этим или не занимались или не определяли этому должного значения что же я подразумевал под словом социализация социализация это приучение вашей собаки к нормальной и адекватной реакции на все внешние раздражители которые окружают вас на вашей повседневной прогулке на том районе там где вы находитесь там где вы всегда выгуливаете свою собаку где вы всегда с ней взаимодействуете с каждым так ну то есть это по научному чуть-чуть конечно если проще выражаться в общем говоря нормально адекватно социализированная собака это собака которая нормально реагирует на окружающие вас там разных котов собак велосипедистов каких-то резких шумов бегущие люди когда собака не тянет поводок потому что ей захотелось куда-то пойти когда собака чувствует себя уверенно в любой ситуации в наличии любых окружающих факторов скажем так опять по умному выражаясь в общем говоря когда ваша собака вот нормально себя ведет там несмотря ни на какую ситуацию которая возникает на прогулке а возникают они постоянно когда вы находитесь в таких вот больших городах вот в такое вот насыщенное время в общем еле-еле бешу и транспорт и ветер надеюсь что меня слышно в общем подводя итог над всем вышесказанным еще раз социализация это самое важное в воспитании вашей собаки и именно ей нужно определять наиболее ваших усилий наибольше вашего времени вашего внимания наибольше собирать информацию о ней больше проводить собачкой социализируя ее а не просто выгуливая отпустив с поводка и гуляет ветер в поле или наоборот дергать постоянно рядом-рядом и конечно же хочу дать несколько советов которые вам помогут правильно социализировать вашу собаку Кера ты мала такая присел чуть отдохнуть ветер такой капец короче не знаю слышно меня там наверное половины того что рассказывает не слышно я извиняюсь заранее но вот все факторы прям подобрать очень тяжело а видео действительно нужно снимать как я говорю уже действительно с собакой показываю примеры в этом видео постараюсь монтировать на обычной прогулке сколько возникает таких каких-то маленьких ситуаций которые если неадекватного собака то действительно реально каждая из этих ситуаций может обернуться большой проблемой итак первый совет наверное самый важный в начале вашей социализации да и вообще социализации вашей собаки это постепенно и плавно вводите раздражителей то есть не нужно сразу там собаку отпустить с поводка там закинуть ее в центр выгула других собак и давать там команду ко мне надеяться что собака к вам прибежит то есть начинайте работать с собакой в каких-то спокойных местах где раздражителей по минимуму или их вообще нету в общем чтобы было проще понимать двигайтесь в вопросах социализации от простого к сложному то есть начинайте все с отсутствия раздражителей и уже потихоньку смотря как собака вот их конкретно воспринимает когда она начинает нормально адекватно воспринимать уже начинайте насыщать другими раздражителями то есть скажем так вот площадка с другими собаками выгу с другими собачниками вашей собаки вернее с другими собачками вашей собаки это уже скажем так крайняя стадия правильного процесса социализации а не первая как вот делают ну наверное 80% собаководов совет второй если не помешает ветер как обычно очень важно всегда уметь переключать вашу собаку с внешних раздражителей на вас всегда во всех ситуациях если собака бурно реагирует на что-то тянет куда-то поводок чем-то очень сильно там интересуется вот или испугалась чего-то всегда добивайтесь от собаки реакции на вас желательно контакта в глаза и за это поощрять когда собака допустим хочет куда-то другой собачке пойти погулять или вообще просто свободный выгул всегда сориентируйте ее на себя сконцентрируйте на себе ее внимание и отпускайте потом погуляла чуть-чуть не надо чтобы ее замыкала эта прогулка потому что собака имеет свойство перевозбуждаться то есть подзовите успокойте дайте вкусняшку дайте чуть выдержки опять отпустите пока эти собаки что выгул не прекратится если ты подойдешь ко мне и посидишь возле меня получишь от меня вкусняшку я тебя поглажу и пущу дальше на выгул или наоборот если ты меня не слышишь если ты постоянно гуляешь непонятно не выполняешь никакие подзывы команды подзывов и т.д. и т.п. то все на поводочке домой гулять не можешь будешь ходить на поводке никаких собачек то есть в трех словах это так скажем так очень-очень образно но в трех словах всегда учитесь учитесь свою собачку реагировать на вас и за это поощряйте за это благодарите вашу собаку и давайте ей за это и выгул и знакомство с другими собаками и игру саппортиками все что ей нравится все что она хотела Гера подзурели чуть-чуть совет номер три скажем так он состоит из нескольких подсоветов не забывайте на прогулке очень важно для собаки быть не просто хозяином который постоянно дает какие-то команды водит собаку рядом дергает постоянно требует что-то от собаки а быть ее быть ее вожаком и давать ей защиту давать ей уверенность давать ей понимать правила жизни в нашем социуме так как собака не получает от своего хозяина тех или иных правил она конечно действует так как зовут ее инстинкты или ее рефлексы потому очень важно давать собаке понимание как себя вести в нашем социуме очень важно стать для собаки надежным партнером который может не просто что-то потребовать а и защитить если понадобится собака очень любит и она очень начинает доверять человеку если вы помогаете справиться с тем или иным стрессом если собака начинает понимать что она всегда может на вас положиться в любой ситуации нужно вас просто слушать и все будет хорошо всегда не забывайте с собачкой взаимодействовать на всех этапах вашей прогулки то есть постоянно держать с ней визуальную связь голосовую связь тактильную связь постоянно ее подзывать давать вкусняшки поиграть обратить внимание на себя собачкам это необходимо если вы просто будете идти молчать и постоянно только то и делать что-то давать команды собаке становится с вами просто неинтересно и кстати по поводу интереса не забывайте собакой перед социализацией особенно насыщенной какими-то раздражителями хорошо и активно погулять то есть какую-то игру хорошую с ней поиграть что собаке нравится или побегать или просто хорошую прогулку на протяжении 30 минут чтобы собачка была нагулена перед тем как вы будете водить какие-то раздражители это тоже очень очень важно потому что само по себе если собака не нагулена она уже более активнее более импульсивнее воспринимает раздражители не забывайте даже если у вас собака очень хорошо и отлично ходит в команде рядом в положении рядом не нужно постоянно на выгуле в этом положении водить давайте собаке по возможности свободный выгул если этой возможности нету вокруг очень много движения велосипедисты машины дети другие собаки то хотя бы на поводке давайте максимально большое расстояние поводка останавливайтесь собачке обнюхаться где-то потому что собачка когда нюхает она скажем так смотрит потому что ее нос это основной орган восприятия и сбора информации о внешней среде потому не забывайте давайте собачке обнюхиваться особенно в новых местах давайте ей больше свободного выгула больше выгула на длинном поводке не надо водить постоянно собачку в положении команды рядом и только на каких-то там строгих командах иногда просто дайте собачке какое-то время побыть сама с собой не обращать на нее внимания пускай она набегается когда вы ей понадобитесь вы всегда будете рядом и вы дальше пройдете прогулку нужно чтобы собачка в данном моменте просто предоставилась сама себе захочет посидит захочет побегать что-то понюхает захочет посмотрит на вас попросит вкусняшку или там мячик в опортик поиграть но не забывайте обращать внимание на то что хочет собака и давать по возможности ей это это тоже очень важно и тоже очень хорошо дает взаимопонимание в процессе социализации по основным моментам что я хотел поделиться с вами в вопросе социализации вроде все конечно это очень такой серьезный вопрос он основной в вопросе воспитания собаки потому здесь вот так вот за 10 минут все не расскажешь я постарался кратко и доходчиво объяснить основные моменты в вопросе социализации ну как обычно если у вас какие-то остались вопросы или какие-то не раскрытые мною ситуации которые вы хотели бы еще обговорить пишите в комментариях если вопросов будет много и будет там бурная реакция я имею в плане позитивной на это видео я обязательно сниму еще пару видео о вопросах социализации в общем буду заканчивать видео и выгул уже пора заканчивать спасибо всем за просмотр пишите комментарии ставьте лайки дизлайки подписывайтесь на этот канал здесь еще будет очень много интересных видео по тематике воспитания дрессировки собак с вами был Игорь и Гера на канале Sound Illumination еще раз всем спасибо за просмотр до новых встреч в эфире пока до новых встреч